А вот и продолжение нашей истории с сеном. Ура, ура! Приехал целый мешок упакованных пакетов сена, который я ждала. И сейчас я его распакую и посмотрим, что там у нас такое за сено получилось. Вот такой вот мешок здоровый. Сейчас увидим. Сейчас я полностью все вытащу и посмотрим. Так, ну на вид очень зеленая, прям травинка к травинке. Мне очень нравится. Смотрите, какое красивое. Сейчас отнесу свинкам, буду пробовать, как они его захотят кушать. Сейчас я еще распакую пакетик, понюхаю, все посмотрю. Но так очень хорошее на вид. Вот, я взяла 10 больших пакетов. Я надеюсь, что это будет хороший запас. И самое главное, я надеюсь, что оно просто обязано-обязано понравиться нашим свинюшам. Я очень надеюсь. Сейчас еще понюхаю и посмотрим. Прям зелененькое, красивое, сухенькое. Вроде на вид все вообще прекрасно. Вообще, если с финансовой точки зрения подходить, вот, 10 пакетов 200 гривен. И если сравнить, вот этот вот пакет, вот этот вот сено, который сейчас, они, кстати, хорошо его кушали, но он быстро заканчивается. Вот этот пакет 500 грамм, он стоил 175 гривен. То есть, тоже почти 200 гривен, 500 грамм. А тут 10 по 500. Практически за одну и ту же цену. Поэтому, конечно, вот эти вот все красивые пакеты выходят совсем не бюджетно и вообще очень даже дорого. Но я надеюсь, вот этого запаса нам надолго хватит. Главное, чтобы они кушали. Итак, теперь раскроем пакетик. Смотрю, тут все сухенько, шуршит нормально, пахнет хорошо. В принципе, я уже понюхала. Так что есть надежда. Есть надежда, что оно все-таки нашим придется по вкусу, что оно все-таки нашим свинюшкам придется по вкусу. Вот. Если сравнить с вот этим сеном, вот тут остаток остался. Ну вот, в принципе, оно как-то не такое зелененькое. Тут есть много желтеньких, которые они не едят. Ну, хотя, в принципе, это тоже ароматное, оно им понравилось достаточно. Вот. Если сравнить вот так. Вот. Вот сейчас камера не желтит, потому что, когда близко, здесь слишком все-таки желтый был цвет. Вот. То и то, и то практически не отличаются. Вот здесь все-таки более зеленая масса основная. Тут немножко было желтых, и они такие все какие-то коротенькие. Они выпадают из сенника быстро на пол. И свинки же там сразу писают внизу. А сено, на которое они уже пописали, они уже не кушают. То есть оно быстро выпадает, и получается, большой процент уходит. Куда? В мусорник. Так что посмотрим. Ну, главное сравнить цену. Цена вот этого пакета такая же почти, как цена вот этого всего. Поэтому большая благодарность питомнику, у которого я это заказала, и девушке, которая мне подсказала, где она брала, пробовала, и что ей понравилось. Как минимум, запас уже у нас хороший. Я не знаю. Если они уже это не будут, значит, они просто балованы. Потому что вроде все с ним хорошо. Отзывы очень хорошие. В группе все пишут, что свинки довольны, все понравилось. В общем, что оно вкусненькое, ароматное, и в принципе, съедают они достаточно большой процент. И в принципе, съедают они достаточно хорошо. И в принципе, свинки съедают его достаточно хорошо. Еще тут у меня был килограмм корма, который мы кушаем, и еще пакетик 100 грамм плющеного горошка. Я еще свинюшкам его не показывала, потому что он в корме, в принципе, есть. Так оставила на угощение какое-нибудь. Когда на ручки берем, желательно угостить свинку на ручках, чтобы она к вам лучше привыкала. И ассоциация с вами была, чтобы всегда приятная. А сейчас пойду положу сено на конец нашим девчонкам. Вот хочу положить частично на тарелочку, частично в сенник. Положила пока сверху кучку. Смотрите, похоже, им нравится. Они уже учуяли сверху. Мика уже первая полезла. Мне кажется, она сейчас, наверное, к нему прям запрыгнула бы. О, Мика скинула. Часть положила в тарелочку им, и часть положу сюда в сенник. Я обычно вот так вот вытаскиваю, чтобы они могли удобнее захватывать травинки. Немножко мну, распушаю, немножечко сюда просовываю. Все, посмотрим, как они его будут кушать. Поставила тут рядом с вольером. Ну что, девчонки? Ну, по крайней мере, раз они сразу подошли ей, давай его жевать, причем все трое, значит, уже хорошо. В принципе, я уже заранее довольна. Ну, все, девчонкам приятного аппетита. Наложила им две большие кучки сена. А всем, как всегда, хорошего дня, хорошего настроения, прекрасной погоды за окном. Не забывайте подписываться на наш канал и нажимать колокольчик. До скорой встречи! Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok